Всем привет! Меня зовут Максим. Я живу в Ханчжоу уже три года. И сейчас я нахожусь неподалеку от легендарного озера Сиху, у ворот музея Ханчжоуской кухни. Сегодня мне выпала великолепная возможность познакомить вас с историей кулинарных традиций этого города и рассказать немножечко об истории Ханчжоуской кухни. На небесах рай, а на земле Суджоу и Ханчжоу. Ханчжоу известен не только своими живописными пейзажами, но и широким выбором деликатесов. Ханчжоуская кухня составляет значительную часть культуры питания провинции Джадзян. В основном вкус блюд Ханчжоуской кухни соленый, немного сладковатый, пресная. Это одно из ключевых ее описаний. Историю Ханчжоуской кухни можно проследить до эпохи Лянчжу. Как обнаружили археологи, в городище Лянчжу культура питания существовала уже несколько тысяч лет назад. В то время местные жители уже могли варить рис и готовить рыбный суп, что можно назвать самыми ранними из ханчжоуских блюд. Даже Цинь Шихуан во время инспекции на юг обязательно пробовал местную еду. Говорят, что происхождение местных рыбных фрикаделек связано как раз с ним. Император любил рыбу, но боялся костей. Во время инспекции на юг, проезжая через Ханчжоу, ему очень захотелось рыбы, поэтому он отправил людей за местным поваром. В момент сильного волнения повара посетила гениальная мысль. Он скатал мелко порубленный рыбный фарш в шарики и бросил их в кипящий бульон. Белые и нежные рыбные фрикадельки, плавающие в супе, были очень вкусны. Император был очень рад и щедро наградил повара. После этого такой способ приготовления ушел в народ, и ханчжоуцы назвали его «Юйвань». Впоследствии люди подумали, что «вань» совпадает по звучанию со словом «конец», и изменили название на более благозвучное «Юйвань». Активные работы с Великим Каналом в период Суй привнесли в ханчжоускую кухню множество кулинарных техник с севера. Такое сочетание создало уникальную ханчжоускую кухню, поэтому северяне предпочитают именно ханчжоускую кухню другим кухням юга Китая. Великий поэт династии Сун Су Ши однажды сказал, «Ни один пир в Поднебесной не сравнится с таковым в ханчжоу». Су Ши был не только гурманом, но и поваром. Он изобрел мясо дунпо, используя самое дешевое в то время мясо – свинину. По его рецепту свинина получается хрустящей снаружи, нежной и сочной внутри, но не приторной, а также с насыщенным ароматом. Очень скоро блюдо завоевало популярность среди жителей ханчжоу династии Сун, став настолько популярным, что сохранилось и до сих пор. Династия Южная Сун перенесла столицу в Линань – современный ханчжоу, принеся с собой с центральных равнин не только местные рецепты, но и новые способы приготовления, такие как баранина и сыр кочевых народов севера, лапша, супы и обжаривание в масле с центральных равнин, рыба, креветки, крабы и моллюски с южных районов. Все это можно найти здесь. В настоящее время самым известным блюдом с тех времен является краб с апельсинами. Он представляет собой образцовое сочетание фруктов центральных равнин с морепродуктами юга. Как написано в Мэн Лян Лу записке слов о зерне – «Еда смешана и нет разделения на север и юг». Неудивительно, что в такой среде сформировалась толерантность ханчжоуцев к еде. В дальнейшем повара стали стараться использовать местные уникальные продукты, непрерывно улучшая рецепты, создавая более тонкий и изысканный вкус. К началу династии Цинн ханчжоуская кухня достигла весьма высокого уровня. По легенде, император Цан Лун прибыл в эти края как раз накануне фестиваля Цин Мин. После того, как он с энтузиазмом прогулялся по красивым местам сиху, местные крестьяне преподнесли ему свежесобранный чай, который он увез с собой во дворец. Придворные повара во время приготовления нефритовых креветок положили также чайные листья, случайно создав новое блюдо, ставшее впоследствии известным как лунзинские креветки из обжаренных креветок и чая лунзин. Аромат чая, его сладкий и охлаждающий привкус прекрасно сочетается с нежным мясом креветок, создавая уникальный вкус блюда. Согласно сохранившимся записям придворных рецептов загородного дворца Тян Луна Наси Ху, он пробовал тонко нарезанную утиную грудку, курицу тушеную с тофу, рисовое пирожное и много чего другого. Некоторые из этих блюд нельзя назвать местными блюдами, но все же они впитали пресную особенность ханчжоуской кухни. К 90-м годам 20-го века ханчжоуская кухня провернула неожиданный финн, став популярной по всей стране. Случилось это благодаря Ху Чжу Нину, мастеру ханчжоуской кухни. Он вырвался за пределы местных границ кухни. Создав кухню без границ и школ, кухню Минзун, получившую много восхищенных отзывов, с первопроходца Джан Шэн Ци и до современной бабушкиной кухни, ханчжоуская кухня стала повсеместным трендом. В точности, как сказал Ху Чжу Нин, кулинария — это искусство, а еда — это культура. Ханчжоуская кухня от Южной Сун и до современности уже сформировала собственное культурное содержание. На протяжении веков ханчжоуцы имели собственный взгляд на культуру питания и свой подход к еде. На первый взгляд, простые блюда, но в них отражены жизненные привычки ханчжоуцев, их вкусы. Кухня Минзун использует новаторские методы и техники, но по-прежнему не отрывается от своих корней, идеалов и культуры. На саммите G20 2016 года в Ханчжоу ханчжоуская кухня поднялась до небывалых высот, позволив людям со всего мира попробовать ханчжоуские блюда, проникнуться ханчжоуской культурой. Рядом с главным входом в музей ханчжоуской кухни Китая висит надпись, правая часть которой гласит «Пейзажи Сиху прекрасны в любое время года, на любом расстоянии». А также искусно вплетены 10 пейзажей Сиху. Левая же часть переводится как Ханчжоуские блюда одинаково вкусны для всех с древности до современности. Соотносящиеся с 10 блюдами ханчжоуской кухни с древности до современности вкусная еда и прекрасные пейзажи, культура Востока и наследие тысячелетий. Ханчжоу хвайий нин.